МОСАГА КРОСТИЧ Что было в Инстаграм, пусть там и остается. Это мой тайный проект. Был таковым точнее. По фотографиям процесса в Инстаграм его угадала Мусинка. Да, это крик от Мунга. Данная схема разработана дизайнерами журнала Куадрос. И, собственно, взята мной именно из этого журнала. По картине норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунга. Эта картина для меня очень особенная на самом деле. Желание вышивать ее у меня появилось еще много лет назад. Но, видимо, созрела я только сейчас. Вернее, мое сознание полностью дошло до нужной кондиции. Сам художник изобразил кричащую человеческую фигуру как символ того, что человечество сейчас просто в отчаянии находится. Вернее, это он как бы предсказывал будущее, если учесть, в каком году была написана картина. Человечество кричит от отчаяния, от того, что невозможно предотвратить, от этой техногенной, можно сказать, катастрофы даже, от всего, что заполонило мир, что разрушает природу. От всего вот этого вот человек просто приходит в отчаяние. Наверное, изображено некое одиночество, безнадега. Вот как я вижу эту картину, это безысходный крик никуда. То есть вы не можете ничего сделать с этим, и вы просто кричите от отчаяния, что-то типа того. Для меня же эта картина имеет некое особое значение. Я, в принципе, согласна со всем тем, что излагают эксперты, но для меня лично эта картина отображает моё личное одиночество, мой личный крик во внешний мир о том, что «Не трогайте меня, пожалуйста!». Я по своему психотипу, наверное, это так назвать, я интроверт. То есть я человек, который любит одиночество, обожает одиночество. Я просто не могу себя представить где-то на каких-то тусовках, точнее могу, конечно, но это для меня изнурительно эмоционально, и поэтому я мало с кем когда встречаюсь. Я в основном сижу дома, я занимаюсь только собой, и мне это безумно нравится. Меня пытаются переделать, вернее, ранее пытались многие, и муж в том числе, переделать как-то, подстроить под общественную жизнь какую-то, но это не для меня. И поэтому мой внутренний мир мне гораздо интереснее, чем все остальные люди и события в этом мире. Когда я смотрю на эту картину, у меня возникает такое умиротворение, я не знаю почему, но меня эта картина манит просто как магнит. Я готова на неё смотреть бесконечно. Среди психологов есть даже такая то ли легенда, то ли действительно это так и есть, что эта картина очень позитивно влияет на душевнобольных людей, то есть тех практически безнадёжных, то есть у них появляются какие-то реакции. Я не знаю, насколько чудодейственна эта картина или не чудодейственна, мне всё равно. Главное, что она мне безумно нравится, и, как обычно, это необычный сюжет у меня. Так что давайте с вами приступим к обзору моего рабочего места. Вы уже смогли увидеть, где я храню игольницу. Это вот швейная машинка, на которой лежат просто распечатанные ключи. И, собственно, швейная машинка у меня держит мой станок пингвин, потому что я его наклоняю сильно вперёд, и с такой большой рамой он, естественно, заваливается на меня. Я ставлю швейную машинку и вышиваю по 4 квадрата за раз, а потом могу 8 вышить сразу, как в этот раз я вышила целый ряд 8 квадратиков. И теперь я её отложу и буду вышивать свой ГК. Здесь на Паковском органайзере расположены все цвета, которые мне понадобятся в этой работе. Я также сюда не только вешаю пасмы нитей, но и вставляю иголочки, что не составляет никакого труда, ведь здесь тоже поролончик. Всего в этой работе 36 цветов и 5 блендов. Ниточки использую по ключу, естественно, DMC. Маркером я пользуюсь от Wellcraft, и мне он очень нравится, он легко смывается, по крайней мере, через месяц точно он смывается без проблем с моей работы. Golden Kite, которая вышивается точно на такой же конве. То есть это был один отрез. Это конва 18 каунта, бежевая от свайгард, ну не знаю, как там правильно этот оттенок звучит. И ножнички я использую вот такие в этом проекте. Это павлины. Ниточки я храню в старых своих файлах, которые я уже не использую для хранения основного запаса ниток. Просто их взяла вот так. И все необходимые оттенки вставила сюда. Некоторые оттенки я использую от работы Golden Kite, которая находится буквально в одном шаге от данного рабочего места. И, конечно же, мне легко их достать при необходимости. Там для поддержки мы сделали еще одну планку, чтобы рама не шаталась. И она упирается в стол, маленькая такая деревяшка. И все нормально вышивается, удобно. Работа эта у меня вялотекущая. То есть она абсолютно должна быть не напряжной для меня. Даже если вышивать ее буду 5 лет, здесь всего 4 листа схемы, но все же я ее вышиваю редко. То я согласна. Здесь очень много красивых оттенков, цветовых пятен. Сначала мне казалось, что это какая-то несуразица. Но, естественно, когда смотришь на готовую картинку, то вырисовывается правильное изображение в голове. И понимаю, что действительно все в порядке. Конечно, дойду до основного мужичка кричащего, и будет вообще все замечательно ясно. Мне очень нравится вышивать ниточками DMC. Повторюсь, они мои любимые. И парковкой тоже классно здесь все идет. Очень легко работа вышивается. Ну вот и все. Первое видео об этой работе закончено. Я буду редко выкладывать видео об этой работе, но все же они будут появляться, надеюсь, хотя бы раз в полгода. Всем огромное спасибо за внимание. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!